Добрый вечер, Нью-Йорк, в программе передачи Back to Life. Меня зовут Марина Пас. Многие годы я представляю израильскую клинику Phoenix в Америке. Клиника, которую я представляю, находится в Израиле, город Ришон-Лицион. Это единственная клиника, у них нет никаких филиалов ни в каких других странах. Мой телефон 267-226-6363, 267-226-6363. В течение семи лет я представляю реабилитационный центр Phoenix. И сегодняшняя наша программа будет о этапах реабилитации. Я считаю, что существует три этапа. Первый – это детоксикация организма, это полная очистка организма от наркотических алкогольных средств. Второе – это терапевтическая программа, которая меняет отношение к жизни человека, потому что человек полностью разрушенный. Человек разрушенный наркотическими средствами, человек разрушенный своим употреблением, человек антисоциальный. Он разрушен морально, физически и берет огромное количество времени, энергии, знаний, чтобы этого человека восстановить, чтобы он мог жить в социуме без никаких веществ, которые меняют твое сознание. И я хочу обратить внимание родителей и близких людей. Очень многие люди мне звонят, и они верят в какие-то чудеса, какие-то там колдования, заговоры. Очень многие отправляют детей в Мексику. Вы должны понимать одну такую вещь. Этот человек, он потерял полностью свое identity. То есть вот эта оболочка человеческая – это только оболочка. Внутри этот человек полностью, как мы говорим, деструктивный человек. Он абсолютно не знает, как жить в социуме. Он не понимает, как ему справляться со своими чувствами, со своими переменами настроения, взгляды на жизнь. То есть это терапевтический процесс, который длительный, глубокий. И только этот терапевтический процесс, плюс когда человек остается без всяких веществ, которые меняют твое сознание, могут ввести человека в обратный, нормальный, нормативный образ жизни. И клиника Phoenix, мне кажется, что имеет огромный успех в том, что они именно делают этот поэтапный процесс идет один на один с человеком. То есть нету такого, как мы тут говорим в Америке, стадного, стадной реабилитации. То есть приходит в реабилитационный центр 200-300 человек, и всем дают одинаковую какую-то информацию. Мы работаем персонально с этим пациентом. Мы смотрим, почему он стал употреблять, и как мы можем ему помочь и научить его остаться тотально чистым и жить нормальную, позитивную жизнь в society. У меня есть огромная группа родителей и детей, которые лечились в Израиле. У нас группа называется Healing Together, группа на WhatsApp. Я всегда могу вас подключить в эту группу. Мне кажется, что в этой группе огромное количество информации о том, что родители должны делать, чтобы помочь своим детям, потому что, как мы всегда говорим, нету больного ребенка, есть больная семья, и родители безумно больны болезнью своих детей. И, к сожалению, вот в этой агонии они помочь им ничем не могут. Поэтому самое лучшее – это, наверное, слышать истории других родителей, те, которые победили эту болезнь, те, которые сделали правильные решения для своих детей. Я всегда говорю, что родители должны принимать решения за ребенка, потому что ребенок находится не в своем уме, и он не сможет принять никакие правильные решения для себя. Весь его, все его поведение, он запрограммирован на самоуничтожение. Поэтому вы должны принимать решения за него. Сегодня вместе со мной вышел в эфир наш главврач клиники Леонид Шенин, психиатр-нарколог с 46-летним стажем работы. И, доктор Леонид, я бы хотела, чтобы вы немножко поподробнее рассказали про наш реабилитационный центр. Добрый день, добрый вечер. Действительно, первый этап – это этап медикаментозный. Но я хочу подчеркнуть, что приходит на этот этап живой человек со своей личной предысторией. Личная предыстория, как правило, к сожалению, у нашего контингента грустная. С большим, очень непозитивным стажем употребления различных наркотиков, употребления различных лекарств, которые прямо, но косвенно относятся к наркотикам, употребления алкоголя и сочетанием всех этих препаратов. Поэтому мы берем живого человека, достаточно зрелого, со своими привычками, как правило, привычками непозитивными. И личность частично в той или иной степени снижена. Я боюсь этого слова деградированно, но чаще это именно так, благодаря вот этой наркотизации, употреблению, длительному употреблению всех этих препаратов. Особенность, я думаю, что наше заболевание и наше страдание не имеют границ. Но в каждой стране есть особенность. Особенность в Соединенных Штатов Америки тем, что там прекрасные врачи. Хочу подчеркнуть, что пациент из Соединенных Штатов Америки это пациент, который в тот или иной период времени лечился психиатром или терапевтом, или еще какими-то различными специалистами, которые просто в силу технического поликлинического приема не успевают объять всю эту личность со всех сторон. И поэтому они лечат отдельные симптомы, забывая, что за этими симптомами стоит личность. И таким вот образом нагромождаются и повторяются и множатся различные лекарства. И типичный образ среднестатистического американского пациента – это человек, который с двумя мешками приходит в центр и говорит, что он очень страдает, и что у него те симптомы, те проявления, те особенности. И требует, естественно, но если не требует, то он не представляет себе, что он может жить без каких-то химических подачек извне. Наш же акцент совершенно противоположный. Наш акцент – это на собственные силы. И для этого существуют такого рода центры, как «Феникс». и здесь очень важно… Нету мелочей. Очень важно, что наш центр, он не является какой-то колонией из тысячи пациентов, где нельзя осуществить индивидуальный прием и подход. И, с другой стороны, это человек не один на один с врачом или с психологом. Это есть компактный коллектив, в которых… И это очень важно, когда человек чувствует, что он не один, что вокруг него люди примерно его возраста, примерно с такими же проблемами. Он видит людей в начале, он видит разницу между пациентами в начале и в конце. Он видит и слышит наших уважаемых инструкторов, которые когда-то, очень давно, 10-15-20 лет начинали тоже с нуля, с его же нуля. И он видит, что болезнь можно победить, можно вылечить. Это живые примеры. Я это подчеркиваю, чтобы сказать, насколько важен коллектив. Человек может хотеть уйти от наркотиков, но когда он находится в среде своего обитания, когда за каждым углом знакомые лица, знакомые углы, знакомые станции, где все это продается, это очень трудно. Сила зависимости очень сильная, и она проникает во все уголки личности. И поэтому вот такой отрыв в виде приезда совершенно в центр, где все, каждая минута создана для того, чтобы человек превратился, не просто перестал жаловаться на что-то, а превратился в иную, качественную, иную личность. Это, с моей точки зрения, очень важно. Ну, а, собственно, первый этап, что я хотел подчеркнуть, это действительно медикаментозный. К нам люди приходят с различными антинаркотиками, с различными сочетаниями, с различным стажем употребления, алкоголь, и антидепрессант, и различные чисто симптоматические вещи, которые возникают в силу изменения, если не прямых, то косвенных нарушений, в следствии наркотиков, там, проблемы с желудочно-кишечным трактом, проблемы с сердцем, проблемы с сахаром, сосудистыми явлениями. Все это у нас, у нас в арсенале все лекарства, и мы берем под свою опеку людей, зависимых от всех наркотиков, в том числе от заменителей наркотиков, таких как метадон, или собаксон, или суботекс. И я это подчеркиваю, потому что в центрах этих заменителей наркотиков очень часто, к сожалению, говорят о том, что, дорогой мой, вот ты пришел, и тебе нужно навечно, и ты будешь вечно, всю жизнь принимать эти препараты. Нет. Нет, нет и нет, и я это подчеркиваю. Мы снимаем это. И я не говорю, что это с рывком за один-два дня. Это все процесс постепенный. Поэтому на этом основано длительное пребывание, ну, шесть месяцев. В реабилитационном сердце. Да, совершенно. Мне кажется, что уникальна ваша клиника тем, что вы стараетесь человека оставить тотально чистым и научиться ему справляться со своими эмоциями, чувствами. Да, да, да. Совершенно верно. То есть не пересаживают с одних медикаментов на другие. Ну, ни в коем случае. Да, потому что, как бы, мне кажется, что методики американские – это выписать таблетку. То есть ты можешь убрать героин, выписать собаку. Вводите в социальную жизнь тотально чистым. И поэтому, мне кажется, эта программа настолько эффективна. Плюс, мне кажется, очень огромный плюс в этом, что человек уезжает из своей токсичной среды и находится совершенно в чужой стране, и у него есть препятствие уйти из реабилитации, потому что, как мы все знаем, тут это делается очень легко, а за счет того, что ты находишься в далеком Израиле, и это не так легко. И я думаю, что наше время подходит к концу. У нас нет очень много времени, но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы верим в тотальную чистоту, мы верим в то, что мы можем полностью восстановить вашего ребенка. Меня зовут Марина Паш, компания Back to Life. Мой телефон 267-226-6363. Я еще раз повторю, меня зовут Марина Паш. Клинику, которую я представляю в течение 7 лет, называется Phoenix. Phoenix открыт 12 лет. Мой телефон 267-226-6363. Звоните, мы поможем вашего больного сматерировать на лечение. Мы отправим его на лечение, мы встретим его после лечения, мы поможем вам вернуть вашего близкого здоровым в вашу семью.